Друзья, всем привет! Меня зовут Ника Урубкова и занимаюсь графическим дизайном, скетчем и иллюстрацией. В этом уроке мы разберем с вами основные принципы рисования маркерами, поговорим, для чего нужен блендер, разберем три способа создания объема и, конечно, также порисуем, это будет вот такой вот яркий скетч. Так что обязательно присоединяйтесь к уроку, будет интересно. Главная особенность в том, что пуля при нажатии не меняет толщину, а брошпен меняет. Если же вы используете, например, золотой, его можно отпускать, то есть, допустим, при нажатии немножко вверх поднимать маркер, отпускать, то будут более плавные такие рывки, соответственно, у вас будет более плавный переход света. Старайтесь не делать каких-то таких контурных линий, вы их можете делать на начальном этапе, если вы, допустим, что-то реально уточняете в начале, но старайтесь потом все-таки соединить эту линию. То есть мы потихоньку создаем объем нашему шарику, работая с самого светлого маркера, в данном случае двойка. И вообще, когда вы рисуете что-либо, старайтесь свертеть вашу работу, когда вы будете видеть ваши косяки, что у нас где-то съехало. То есть в данном случае у нас этот угол выше чуть-чуть, чем вот этот. Мы его немножко сразу правим. Так, что касается лепестков, мы делаем то же самое. Сначала мы рисуем те, которые находятся спереди, а потом те, которые находятся сзади. Сначала мы рисуем те, которые находятся сзади. Сначала мы рисуем те, которые находятся сзади.